всем привет снова я приехал за березой нашел наконец-то нормальное место где еще не пожелтела не почернела но есть уже тоже черная точка но тут еще можно пособирать вот что стало со зверобоем уже почти везде он весь отцвел уже семена почти поспели так что травы уже уже все травы уже закончились остались у нас одни березы и дубы тут маленько сейчас уже порезал веток часть в машине уже лежит тут какие классные березки помощи огонь собираю и поеду вязать кстати кто-нибудь пробовал не пробовал то есть ветку нарезать в больших пучках высушить подвешенном состоянии и потом уже из сухих вязать вот такой вопрос меня интересует читал в интернете что так делают основно крупном производстве летом чисто заготавливают и потом весь год вяжут вот меня это тоже вопрос интересует потому что у нас березки очень быстро отходят то есть они буквально месяц месяц можно всего лишь вот то есть за этот месяц вместо того чтобы привести и сразу вязать может выгоднее и удобнее будет набирать ветку сушить и потом вязать можно спокойно сидя дома никуда не ездить вязать вот если кто-то знает кто-то пробовал отпишитесь пожалуйста в комментариях мне этот вопрос очень интересен для пробы я конечно повесил сейчас вчера буквально только идея это дошла до меня как всегда все хорошая мысля приходит а после вот если кто-то пробовал отпишитесь пожалуйста удобно неудобно это делать получается не получается и если в этом вообще резон но сам я буду пробовать и обязательно отпишусь тоже что как получается сниму отдельный ролик как вязать вязать в веники из сушеных веток в ю тубе я не нашел ни одного видео но я думаю тема актуальна потому что у многих проблема с большими объемами заготовки веников чтобы их побольше заготовить надо вот скорее всего таким способом делать так чё еще веники вот я отправил мне созвонились с покупателем короче дуб он уже в первый же день почти весь продал там было 150 веников и просит еще липу тоже почти все продал просит еще но липы уже нету гнездо шмелей чё то они злые лучше не лезть вот такие у нас просторы шикарные на урале красота сегодня хороший ветерок дует свежо не жарко и главное нету никакой мошкары как она уже достала ну ладно хорош болтать про вязать вернее пора резать так ну вот такими я решил попробовать высушить пучками поделил тут что не знаю насколько такие 44 наверно веника вместе сейчас их перевяжу подвешиваю высушу ну и покажу чё чё как из сухой получается не получается ветки но так вот они высохли но чуть-чуть еще внутри конечно не досохли но в принципе главное для меня было чтобы короче чтоб они не пожелтели не большими охапками вроде все нормально сейчас буду пробовать вязать так вот Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Так что я думаю, этот вариант имеет право жить. Одна сторона готова. Продолжение следует... Единственное, тут охапками... Это может пока не получается, сразу по новому. Ну я думаю, охапками будет получаться... Получается... Смотрите продолжение в следующей серии. Ну все равно маленькая недосохшая еще идет. Ну вот... Ну нормально... Это я первый раз в жизни, который пробую. Прямо у вас на глазах. Продолжение следует... Как думаете... Как думаете... Их сейчас надо будет друг на друга сложить... Прижать... Чтобы они форму приняли... Вот так вот... Оп... Сразу... Так поджать... И складывать плотненько... Сверху... Чем-нибудь придавить... И... Уже готовый веник... Даже сушить не надо... Вот так вот... Так что... Сейчас наверное я поеду еще... За последней березкой... Набираю... Еще последняя неделя... Так думаю и все... Даже не неделя... Три еще скатаюсь... Сколько наберу... Все большими охапками... Высушу... И... Таким же макаром... Наверное... Буду делать дуб... Вот... Так что... Пишите... Что вы думаете... По этому поводу... Как вам такая идея... Я думаю... Идея офигенная... Я уже знаю... Что буду делать на следующий год... Когда... Весь лист хороший... Можно заготовить... Материала... Очень-очень много... И потом... Смело... Всю зиму сидеть и вязать... Вообще круто... И дуб... Наверное... Буду весь так делать... Буду приезжать... Штук десять связал... За день... А остальные... Просто большими охапками... Высушу... И все... Потому... 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 Остается... Для березки... Это последние недели... А для дуба... В месяц... Максимум... За месяц... Что я сделаю... Не так уж и много сделаю... Вот... Альтернатива... Чаги... Ну все... Пишите... Обязательно... Комментарии... Что вы по этому поводу думаете... Подписывайтесь... Вот... Всем пока-пока...